ДОШИИ 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 В 1981 году старинный дом генерала Федора Старикова приобрел новый статус. Стены здания наполнились волшебным звуком музыки и аурой творчества. Преподаватели и ученики до сих пор ощущают на себе особую атмосферу этих стен. Для ребят история особняка представляет огромный интерес. Им гордо осознавать, что раньше по этим коридорам ходил известный атаман, историк и краевед Федор Митрофанович Стариков. Учителя стараются поддерживать тягу воспитанников к истории и приглашают в ДОШИИ сотрудников краеведческого музея. Федор Митрофанович Стариков имел очень внушительную внешность. Высокие, широкоплечие, шинели, с орденами. Он вызванил впечатлениям окружающих. Валентина Ефанова рассказывает, что точная дата строительства дома Старикова неизвестна. Предположительно, здание появилось в начале 20 века. У Федора Митрофановича была большая семья. Здесь жили 13 его детей. Сохранились воспоминания, в которых говорится, что все они отличались хорошим слухом и играли на музыкальных инструментах. Есть сведения, что некоторые из его детей даже учились и в Сарбоне, и во Франции, еще где-то. Это опять же по воспоминаниям. Документально это не подтверждено, но вот по воспоминаниям дочерей, правнучки Старикова есть такие сведения, что они получили хорошее образование. Старикову, конечно, тяжело дать образование своим детям. Поэтому на старых фотографиях, где изображен этот дом, на первом этаже, например, есть вывеска энергии. То есть на первом этаже, скорее всего, семья Старикова была вынуждена сдавать одно из помещений под магазин энергию. Музыкальная школа Верхнеуральский открылась в 1962 году. Под нее приспособили старый купеческий дом, в котором одна комната была оборудована для групповых занятий и шесть комнат для индивидуальных. С каждым годом росло число желающих приобщиться к прекрасному. Из-за большого потока учеников музыкальную школу перевели в более просторное здание – дом Федора Старикова – и преобразовали в детскую школу искусств. За 55 лет начальное образование здесь получили несколько сотен ребят. Большинство из них не забыли годы обучения. Одни занимаются искусством по долгу профессии, другие музицируют или рисуют для себя, потому что не представляют жизни без творчества. Сегодня образование в детской школе искусств можно получить на фортепианом, художественном, народном и хоровом отделениях. Занятия ведут квалифицированные преподаватели, за плечами которых участие в престижных конкурсах, большой педагогический опыт и безграничная любовь к детям. Для преподавателей школа искусств давно стала вторым домом. Здесь они проводят большую часть времени, всецело отдавая себя ученикам. Анна Королькова работает в Верхнеуральской ДШИ с 1993 года. Она преподает игру на гитаре. Педагог отмечает, что желающих освоить этот инструмент очень много. Анна Валерьевна рада, что ее предмет вызывает такой интерес у ребят. Но сразу предупреждает, что без старания и регулярных занятий хорошо научиться играть не получится. Любой инструмент освоить, конечно, сложно. Вот вы сейчас видели, со словами мы занимаемся уже второй год. И тяжело порой бывает. Нужны какие-то данные к этому и труд прежде всего. Прививаем все время любовь к труду, любовь к музыке, любовь к инструменту. Кроме уроков у нас проходят различные мероприятия. Сейчас по общеразвивающей программе мы проводим мероприятия. Всевозможные классные часы тематические, концерты. Правильно обращаться со струнами ребят учит и Лариса Бабушкина. Педагог по классу домры, балалайки и гитары. Она признается, что сегодня народные инструменты не вызывают у детей бурных эмоций, как, например, гитара. Для них они утратили современность. Однако Лариса Николаевна нашла способ увлечь ребят домрой и балалайкой. Мы немножечко с ребятами договариваемся, потому что гитара вообще-то очень сложный инструмент. Но мы договоримся, что начало у нас будет на этих инструментах. Потом, когда у них будет игровой аппарат уже покрупнее, уже, я имею в виду, ручки подрастут, уже будет не так сложно зажимать шесть струн, они потом уже им и легче будет осваивать инструмент гитары. А мы все начинаем сейчас с домрой, с балалайки. Им это очень нравится, они ходят с удовольствием. На уроке ребята полностью погружаются в учебный процесс. Кажется, что для них в этот момент не существует никого, кроме преподавателя и инструмента. Те, у кого действительно есть желание и большая мечта, быстро осваивают сложный материал. Мне нравятся всякие струны. Когда я была маленькой, мне нравилось трогать эти струны. И мне сказали, отдадим тебя, чтобы играла на гитаре. Учеба в детской школе искусства – это большой труд, требующий дисциплины. Не все, кто когда-то переступил ее порог, дошли до финала. У многих неоднократно возникало желание все бросить. И только те, кто готовы следовать за мечтой и не привыкли сдаваться, продолжили учиться, несмотря ни на что. Ну, да, было во втором классе, но я немного потом подумала и решила, что для общего развития лучше похожу. Тяжело со школы совмещать, потому что я седьмой класс, и сейчас много после уроков остаемся. Или флешмобы, или танцуем что-то. И, ну, опаздываю часто музыкальную школу. Верхнеурайская детская школа искусств на хорошем счету в области. Ее воспитанники постоянно участвуют в региональных, всероссийских и даже международных конкурсах. Год от года пополняется копилка наград. Растет авторитет преподавательского состава и профессионализм ребят. Отличных результатов ученики добились на таких конкурсах, как «Серебряные кнопочки», «Играй моя гитара», «Мы любим музыку», «Баховская весна», «Золотые руки России», «Сказки русского народа», «Волшебство звука», «Золотая панорама». Я учусь в седьмом классе, последний год, выпускница. Мне очень нравится играть на аккордеоне. Я участвую в различных конкурсах, являюсь лауреатом. Сегодня детская школа искусств продолжает оставаться очень востребованным учебным заведением. В ней обучаются свыше 200 учащихся, которыми гордятся преподаватели. Воспитанники живут насыщенной творческой жизнью, являясь украшением городских и районных мероприятий. Практически ни одно культурное событие не обходится без участия ДШИИ. В школе созданы оптимальные условия для целенаправленного формирования общей культуры каждого ребенка, развития его творческих способностей, профессиональной ориентации в области искусств. 55 лет – отличный возраст, полный новых побед и свершений. В добрый путь, любимая школа!